Я хотел бы несколько слов сказать по поводу чисто динамических нелинейных хаотических систем. Это вопрос о так называемой символической динамике. В принципе символическая динамика это на самом деле грубо структурное описание траекторий, по которым движется какая-то хаотическая система. И, скажем, предельный случай, допустим, имеется базовое пространство, делим его на две половины, как говорится, 1-2, и с интервалом времени t мы проводим измерения. То есть тогда у нас, например, траектория, последовательность цифр 1, 1, допустим, там 2, скажем, 1, 2, допустим, опять какая-то последовательность единицы двоих. Ну, на первый взгляд это безобразное обрубление, так сказать, описание хаотической траектории. И, казалось бы, 1, 2, это принадлежность либо в первой, либо в второй половине нашей траектории. То есть мы делаем измерения, находим либо в первой, либо в второй половине. То есть, грубо говоря, мы измеряем с точностью, как говорится, 50%. На первый взгляд это, казалось бы, совершенно безобразное, так сказать, огрубление свойств хаотической системы. И, в принципе, мы должны, вроде как, потерять большое количество траектории. Вот. Но, как ни странно, может быть, на первый взгляд, казалось бы, на самом деле, вот, если делать эти измерения бесконечное число времени, разно, то мы, фактически, все множество траекторий, таким образом, тем не менее, переберем. Вот. На этом основан целый раздел такой прикладной математики, который называется «Символическая динамика». И там математики доказывают, так сказать, большое количество тюрем. Но я хотел бы остановиться вот на физической стороне вот этой, как говорится, этой ситуации. То есть, действительно, почему таким образом мы можем перебрать практически все траектории, перечислить все траектории, ничего не потерять? Ну, первое и самое важное обстоятельство состоит в том, что, на самом деле, все динамические траектории имеют конечную длину корреляции. То есть, она не сколь угодно мала, а вполне конечна. Ну, и длина корреляции, легко сообразить, это фактически, так сказать, расстояние, на котором забываются, скажем, промежуточные условия, промежуточные значения этой траектории. То есть, это, по сути дела, величина, обратно пропорциональная показатель Липнова. Ну, и, соответственно, это означает, что? А строго определенного у кого? У кого? У длины корреляции. У длины корреляции, это зависит от того, какие корреляторы мы будем смотреть, но, по сути дела, если мы, допустим, изучаем траекторию, ну, например, вот, гадеаток Х от Т, Х от Т плюс Тау, вот, если рассмотрим такую среднюю величину вдоль траектории, то мы получим, на самом деле, некоторую величину, убывающую из Тау. Ну, и, в принципе, эта величина будет пропорциональна Е в степени минус лямбда Тау, где Тау – это, фактически, вот, разрушка по времени между, вот, сравниваемыми траекториями. Ну, и, по сути дела, так сказать, это и есть, вот, фактически, так сказать, некая величина, которая характеризует период предсказуемости траектории. Ну, если действительно вдуматься, то, вот, в таком, ну, скажем, смысле, вот, если мы, скажем, о причинности, вот, опять же, о причинности, подразумевая под этим возможность, как говорится, задав какие-то параметры траектории в какой-то точке, то, так сказать, связать ее поведение в остальных точках, то мы, фактически, допустим, имеем какую-то сложную траекторию, когда, допустим, линия, так сказать, взяли какую-то область, какую-то произвольную точку, то, дальше, если мы имеем динамические уравнения, мы можем рассчитывать движение как в одну сторону, так и в другую сторону. То есть, строго говоря, мы могли бы воспроизвести динамику, но если точность у нас измерения в этой точке конечна, то длина расстояния, на которой мы сможем более-менее однозначно воспроизвести этот участок траектории, определяется показателем люкуного. То есть, тогда, когда экспенсальное нарастание ошибки станет порядка единицы, то предсказуемость траектории исчезнет. То есть, в этом смысле, фактически, если мы пытаемся динамически описать механическую траекторию, мы всегда можем ее описать только на конечном интервале. Но это означает, что, с одной стороны, это означает ограниченность нашего описания, но, с другой стороны, если показатель люкуного конечный, то есть, не бесконечно большой, то, на самом деле, всегда есть участок, где значение, участок траектории, значение в точках которой скоррелировано с выбранными нами точками траектории. Это, по сути дела, и означает, что, если мы будем смотреть плотность информации на единицу длины траектории, она всегда конечна. Ну и, соответственно, если у нас, скажем, хаотическая траектория порождается каким-нибудь, скажем, алгоритмом, который, так сказать, обеспечивает приток информации, ну, это, например, шум внешний, он, естественно, несет какую-то информацию, и расстояние, так сказать, как говорится, на котором он принесет какую-то конечную информацию, так сказать, оно фактически, так сказать, пропорционально, точнее так, на каждом конечном участке траектории будет, вообще говоря, принесена какая-то конечная информация, и если мы, фактически, так сказать, будем рассматривать с уменьшением участка траектории, то количество информации с уменьшением участка траектории будет сцениться к нему. Ну и, по сути дела, это означает, что, если мы рассматриваем предельно грубое разбиение, вот такое, когда выделяем две подобности фазовую пространство, которая болтается в нашей траектории, и наблюдаем тут, когда она появится либо там, либо там, то у нас, на самом деле, так сказать, потеря информации, так сказать, относительно, ну, фактически, так сказать, в логарифмической, фактически точность, так сказать, отсутствует. Вот, то есть, по сути дела, так сказать, это означает, что, вот, когда мы смотрим, например, нашу символическую траекторию, то, по сути дела, мы с вами не сильно ошибаемся, то есть, мы получаем некоторое счетное количество, так сказать, траекторий, потому что, вот, так сказать, траектории, так сказать, это можно представить как разные числа, и если мы берем множество этих траекторий, то их можно, эти числа можно как-то упорядочить, пересчитать, ну, и, по сути дела, так сказать, это, вот, фактически, так сказать, ничем не отличается от того счетного множества, если бы мы, допустим, просто выбирали бы, скажем, наше измерение много чаще, то, когда, пока измерение происходит на длине корреляции, то они, на самом деле, так сказать, выбирают все время одну и ту же траекторию, то есть, фактически, так сказать, это означает, что, если мы ошибемся, то, в целое число раз, но, не так, что, ну, мера множества траекторий, выбираемые, над таким символическим описанием, на самом деле, совпадает с мерой всего множества случайных траекторий. Это небольшое замечание, я сделал с одной целью, потому что, на самом деле, так сказать, упоминание символической динамики в теориях и хаотических процессах встречается довольно часто, так сказать, ну, это, на самом деле, такой стартовый момент, который, так сказать, обычно вызывает трудности, почему, вот, введя такое грубое описание, мы считаем, что мы достаточно полно описываем систему. Так, значит, после такого, как говорится, замечания, я хочу перейти уже к теме сегодняшней лекции, вот, это нелинейная динамика многочастичных систем, вот, но в данном случае, так сказать, речь пойдет, ну, не на динамике систем с большим числом степени свободы, но не таких, вот, как, допустим, среда, или там, или, какая-то, вот, система, вот, жидкости, газа, которые, так сказать, бывают явления турбулентности. И сегодня у нас будет рассмотрен достаточно частный вопрос, ну, который, может быть, обсуждается, обычно, в литературе меньше, но, тем не менее, тоже там целая деятельность развилась. Это деятельность, которая, так иначе, связана с возникновением хаотических, неупорядоченных структур в твердом теле, например. Вот. Строго говоря, механизм, как бы, нарушения симметрии в физике везде сущие, ну, начиная от кванто-полевых теорий и кончая, вот, именно, вот, такими, многочастичными системами, где, вот, изначально у вас, ваше уравнение выглядит сравнительно однородно по пространству, но, те состояния, в которых может оказаться система, лишены такой однородности полностью. Вот. на самом деле этим вопросом люди занимались достаточно давно. И вот модель Фрейнделеконтра, которая, так сказать, сегодня будет по сути дела, так сказать, разобрана, она, так, я должен, забыл, вот, скажем, смотрю, возникла. Вот. Эта модель Фрейнделеконтра, она появилась, примерно, где-то в 38-м году, когда возникла необходимость при изучении кристаллических структур рассматривать дислокации, и, фактически, так сказать, для того, чтобы дислокация, так сказать, возникла, в общем-то, в системе, в которой, так сказать, соответствующие уравнения, так сказать, ничего, скажем, никаких оттлонений от неоднородности не подразумевает, была рассмотрена вот эта ситуация, когда в контакте находятся две несоизмеримых системы, две несоизмеримых решетки, то есть решетки, у которых период периодичности, так сказать, длина периодичности отличается в какое-то число раз, ну, как минимум, так сказать, в какое-то целое число раз, или там, скажем, находится в рациональном отношении, и как максимум, когда это отношение и рациональное число. Вот, эта модель, на самом деле, достаточно, так сказать, многими, так сказать, людьми изучалась в сведении прошлого века, вот, и, в принципе, так сказать, физики твердого тела, она достаточно широко, так сказать, обсуждалась, но особый интерес в ней снова возродился где-то в 60-х годах, когда возникла, так называемая, эпитексиальная технология, то есть, это нанесение тонких пленок на кристаллическую поверхность в связи там с созданием микросхем, ну и в тех случаях, когда вот на таких кристаллических структурах напыляли какие-то пленки, то там, конечно, довольно часто могла быть реализована ситуация, скажем, если у нас материалы разные, то и соответствующие естественные периоды решетки для каждого из материалов будут отличаться. Вот, ну, в принципе, это, как некоторая рабочая лошадка, эта модель все-таки была относительно где-то на заднем плане, хотя, так сказать, ей, как говорится, чем не интерес вызванный чуть-чуть попозже пояснил, но неожиданный и яркий бум вдруг возник где-то в 78-м году, когда двое, так сказать, человек, один из них француз Те Шарри, а другой англичанин Ян Персиваль, вдруг обнаружили, что эта модель имеет тесную связь со стандартным отображением Чирикова, так сказать. Вот, и появилась возможность как-то изучать ее не только с точки зрения моделирования какого-то без особой теории, появилась возможность как-то изучать различные режимы модели. Ну, я бы немножко, так сказать, пояснил, что это за модель, если у нас имеется цепочка атомов, связанных между упругими силами, отстоящих друг от друга на расстоянии А0, то представим, что мы поместили такую цепочку в периодический потенциал с периодом отличным А0, СОФИОС, то есть это подложка, так сказать, по сути дела, которая создает по сути дела внешний периодический потенциал, а цепочка атомов это как бы модель пленки, которая наполена моноатомным свой атомов, наполен на кристалл. Вот, ну, в умерном случае эта модель довольно сложна, и она изучается обычно численно, но А0, в одномерном случае выяснилось, что у этой модели есть достаточно интересная связь со стандартным отображением Чирикова. Я, как говорится, скажу, Габельтаньян ее, в общем-то, имеет кинетическую энергию, имеет кинетическую эстетическую энергии и потенциальной энергии. Вот, это слагаемое у нас описывает упругое взаимодействие атомов друг с другом, а второе слагаемое описывает взаимодействие атома с внешне теоретическим потенциалом. ну, что здесь, как говорится, здесь, ну, конечно, надо понимать, что это модель максимально предельного упрощения ситуации, так сказать, но, тем не менее, без надежды, что какие-то основные, скажем, явления она должна уплатывать. вот, но, если, ну, не же мы выберем массу и к, то есть, у нас реально останется вот, единственный параметр возле данка, в этот нужно положить равном единице, потому что, если мы, допустим, ищем равновесные состояния, то на к, в конце концов, можно поделить и рассматривать отношение к большое к маленькому, так сказать, вот, ну, и, кроме того, так сказать, мы выберем там период внешнего потенциала для дальнейших рассуждений равной дуби, в принципе, дело, получается, что у нас есть реально два числа, это к большое и, на самом деле, так сказать, отношение периодов решетки, которые, кстати, еще называют числом вращения резкости, забыл написать, добавлю, таким образом. Значит, что, каким образом возникает связь со стандартным отображением? Коэффициент B, который на предыдущем сложил. Сейчас я, наверное, не все перехозначил, где будет B? Ну, вон, в геометрии. На самом деле, это АЭС, я забыл поправить, это АЭС, это АЭС, это АЭС. Можно сказать, что есть еще на самом деле две ситуации, когда у нас отношения этих периодов рациональны, тогда, на самом деле, в этой структуре всегда есть неги-глобальный период, равный, так сказать, произведению, например, числа ям, а период, связанный с ямами, то есть, грубо говоря, тогда у нас система будет повторяться через такую длину, так сказать, то есть, возникает период в этой структуре, который заметно больше перевода самого естественного периода решетки для каждого из веществ, но, на самом деле, более интересное, так сказать, физика разыгрывается на расстояниях, во-первых, гораздо меньших, и, в частности, когда вот этот период стремится к бесконечности, то есть, наше отношение этих периодов стремится к рациональному числу, то есть, соответствующие, так сказать, целые числа M и N стремятся к бесконечности, то в этом случае у нас на самом деле возникает некая интересная динамика на расстоянии заметно меньших периодов, и, в частности, так сказать, если мы интересуемся какими-то конкретными симуляциями вот этой динамики, то достаточно выбрать период заметно больший, чем расстояние, на которых разыгрываются наши эффекты. Поэтому это к тому, что, конечно, при численном моделировании взять бесконечную цепочку нереально. Как ниже увидим, это не сильно мешает в некоторых интересных случаях. Вот. Значит, что, каким возникает связь? Ну, посмотрим случай, когда у нас цепочка статическая, то есть, импульсы равны нулю, то есть, атомы покоятся, в некотором состоянии локального равновесия. Тогда минимизация потенциала по координате каждой из частиц дает некое уравнение, которое можно переписать, введя обозначение для разности до xl минус xl минус 1 обозначив ее буквой b. После такого обозначения мы получаем систему из двух уравнений, в которой легко угадать на самом деле отображение чередового, так сказать. Вот. То есть, по сути дела, так сказать, здесь фактически, так сказать, речь идет о том, что вот равновесное состояние этой цепочки набор картина отвечает эффективно некоторой траектории в фазовом пространстве для этого самого стандартного отображения. Но тут на самом деле есть несколько деталей, о которых сейчас, наверное, пойдет речь, о которых я должен сказать. Так, значит, ну, фактически, так сказать, эти детали связаны с поведением, так сказать, вопрос, который здесь возникает, действительно, какой траектории реально отвечает эта последовательность координат, ну, и, соответственно, так сказать, и какие варианты для этих координат возможны. Но, на самом деле, так сказать, прежде чем к этому перейти к вопросу, я хочу сначала, так сказать, вспомнить другую особенность отображения, стандартного отображения, то, что у нас на самом деле это отображение в зависимости от параметра к, оно имеет либо регулярную динамику, либо фоотическую динамику. И, когда к достаточно мало, мы помним, у нас динамика в основном регулярная, за исключением каких-то особ неустойчивых областей, лежащих вблизи сепаратрицы. Но в большей части фазового пространства у нас ика меньше как критического динамика регулярно. Ика больше как критического динамика, наоборот, хаотические становятся. И в этом случае у нас реально вот траектория начинает скакать по всему доступному фазу пространства. Показатель дипунов в этом режиме становится отличным от нуля. То есть это означает, что две близкие траектории всегда будут экспоненциально расходиться. В отличие от режима регулярной динамики. Ну и соответственно эти два режима для стандартного отображения имеют радикально различное поведение. Прикабульство как критическая цепочка застойчивого под оборону. Нет, здесь я честно. Нет, все правильно. Здесь все правильно. Я сейчас пока говорил об отображении. Что касается вот этой цепочки, то тут на самом деле ситуация на первый взгляд выглядит прямо противоположной. Потому что во-первых легко сообразить, что если бы допустим мы имели равную нулю, то тогда у нас наша цепочка атомов могла спокойно двигаться в пространстве. Но если у нас К много больше и сколько угодно велико, то тогда потенциал просто не пустит частицы, не позволит частицам перепрыгивать из одной ямы в другую. и фактически так сказать наша цепочка должна быть заперта. Ну то есть то что так сказать эта цепочка будет захвачена при больших значениях внешний потенциал как-то более менее так сказать очевидно и вопросов вряд ли может вызвать. Но интересным является тот момент, что если мы начинаем уменьшать ХАТН то при подходе к некоторому К критическому вот этот барьер который нужно преодолевать при переходе из одной конфигурации из одной равновесной конфигурации цепочки в другую равновесную конфигурацию цепочки начинает падать и обновляется на самом деле не при К равном нулю а при К некотором конечном вот этот К конечный так сказать он в точности совпадает с критическим К для того же Д-черкера вот оно в принципе так сказать следующий вопрос конечно а как это проще всего понять действительно но на самом деле так сказать если мы рассмотрим это отображение вот Черикова то понятно что это мы всегда можем рассматривать две близкие траектории так сказать и собственно говоря в случае отображения Черикова вот эти близкие траектории в зависимости от величинника либо так сказать остается рядом в регулярном случае регулярной динамики либо начинает экспоненциально развиваться в случае хаотической динамики то есть тогда когда коэффициент Липунова так сказать становится отличным от нуля вот то есть фактически вот вот в случае вот этого отображения у нас как только мы пригрызли к хаотической любые близкие траектории так сказать находятся рядом по соседству только конечное время так сказать порядка единицы на время на показатель Липунова что происходит с цепочкой вот у цепочки здесь на самом деле тоже возникает показатель Липунова вот но он скорее отвечает как бы вотчим если мы берем какой-нибудь из атомов смещаем пусть у нас цепочка находится в инновесном устойчивом состоянии устойчивое состояние это означает что мы можем какую-то силу в каких-то пределах прикладывать система не выявит равновесия поэтому мы можем предложить какое-то возмущение и наличие вот этого возмущения приведет к тому что поскольку у нас атомы взаимодействуют друг другу остальные атомы как-то сместятся ну и естественно если мы задумаемся вопросом как они сместятся то на самом деле их смещение будет экспоненциально убывать по мере удаления от возмущенного атома вот ну и легко на самом деле так сказать показать по крайней мере так сказать даже аналитически что на самом деле так сказать это средний вот этот показатель и есть показатель Липунова в в том случае который который возникает у нас в отображении Чирикова но только если в отображении Чирикова у нас работает положительный экспоненциальный фактор у нас решение я напомню если мы смотрим динамическую систему как отображение Чирикова галитонную систему то в ней на самом деле есть варианность по отношению времени и поэтому и поэтому всяком положительному допустим показателю Липунова отвечающему за разбегание соответствует еще в точности равных по абсолютному значению но противоположным по знаку отрицательный фактор который наличие пары как раз приводит к тому что фазовый объем в одном направлении растягивается экспоненциально а в другом таким же образом экспоненциально сжимается и фазовый объем в итоге остается неизменным если у нас мы смотрим движение траектории в случае отображения то там мы задаем на самом деле какое-то начальное значение потом итерируем это отображение и получаем разбегающиеся траектории здесь на самом деле у нас концы траектории зажаты и тогда получается фактически все получается так что у нас реально так сказать в этом случае чтобы так сказать у нас концы не убежали нужно чтобы экспоненциально растущий фактор то решение которое имеет экспоненциально растущий фактор оно было имело коэффициент 0 перед собой по сути наше решение сумма решения экспоненциально для отклонения есть сумма экспоненциально растущего отклонения экспоненциально бывающего если скажем в случае траектории экспоненциально растущие отклонения всегда у нас задает среднее расстояние между траекториями, поскольку то, что по другому направлению наши траектории сближаются, все равно входит квадратный корень и суммы квадратов этих расстояний. Просто экспоненциально бывающий член практически перестает быть значимым довольно быстро для раздвигающейся траектории. Здесь экспоненциально растущий член фактически теми условиями, которые накладываются на это решение, он фактически строго подавлен вплоть до нуля. Ну и на самом деле, если мы вдумаемся, то когда мы сдвигаем, скажем, какую-то частицу, сдвигаем координату, то на самом деле мы меняем только один параметр, то есть только координату. И фактически изменение соседних координат приводит к тому, что соответствующим образом меняется импульс, и как раз в итоге, так сказать, изменение траектории как раз происходит вдоль того собственного вектора, который отвечает отрицательному показателю Пунова. Понятно? Ну, по сравнению не может быть. Ну, хорошо. На самом деле, поскольку мне скорее это вещание, чем, как говорится, какое-то доказательство, это просто пояснение. То есть, реально, так сказать, если мы, допустим, смотрим эволюцию траектории в случае отображения, то мы меняем икс в какой-то точке и, соответственно, так сказать, дельта П, как говорится, дельта П и дельта Х мы меняем произвольно. То есть, даже если дельта П не изменили, то вот все равно это как бы две степени свободы при изменении состояния нашей проектории, так сказать. То есть, при переходе с заданной траектории на близкую траекторию. Здесь, на самом деле, так сказать, в случае цепочки, если мы меняем дельта Х, то тогда дельта П является, дельта П является функцией алдельта Х. Ну, и если мы рассматриваем дельта Х, то есть два решения, которые, скажем, можно обозначить векторами. А1 на е в степени, так, а только плюс, на е в степени лямбда Т плюс, а минус, на е в степени минус лямбда Т. Вот, и фактически, так сказать, это собственные, так сказать, вот это, фактически, у нас на экспоненте есть собственные значения линейризованного отображения А. Вот, а плюс и а минус, это соответствующий, собственно, линейризованного отображения. Ну, и мое утверждение, по сути дела, так сказать, мое пояснение сводится к тому, что, когда мы задаем, помимо, так сказать, смещения дельта Х, еще задаем определенно фиксированное положение концов этой цепочки, то тогда дельта П является функцией от дельта Х, ну, и оно подстраивается таким образом, что мы всегда сдвигаемся вдоль вот этого вектор А минус. А вот коэффициент, да, плюс у нас, ну, такой цепочке, да, не будет ну и плюс. Ну, вы просто констатируете факты. Это констатируете факты. Да, констатируете только факты. То есть у нас, на самом деле, вот, математические доказательства этого довольно громоздкие, но сути оно не добавляет. Хороший действие в том, что закреплены концы, да? Да, да. Закреплены концы, и тогда у нас, на самом деле, так сказать, получается вот такая ситуация. То есть, если мы рассматриваем, грубо говоря, мысленный эксперимент состоит в том, что мы взяли цепочку с конкретной конфигурацией и один атом сместили и ближайшие соседи под него подстроились. То есть, концы как были, так и остались в положении. Вот. Ну, разумеется, ничего бы нам не мешало бы, допустим, поискать другую равновесную конфигурацию, не фиксируя концы. Тогда бы мы реально получили то, что получается в случае отображения человека. Вот. То есть, мы могли, допустим, задать не только x, но и p, так сказать, в этом отображении. То есть, вот этот дельта b у нас бы не подстраивался в связи с тем, что у нас концы каким-то образом держат. А если бы мы просто бы руками задали соответствующий дельта b, тогда бы, вообще говоря, конфигурация оказалась бы совсем другой. Причем она, естественно, экспоненциально бы разбежалась. Это, кстати, было одно из первых упражнений, когда я знакомился с этой моделью и я попробовал действительно поиграться. Действительно, так и происходит. Вот. То есть, получается, вот эта модель хаотической динамики, это какое-то объяснение школьного, так сказать, трения скольжения? Какие-то у нас как-то меняется. То есть, например, у нас стоит, стоит, видос он на какой-то раз и... Ну, в принципе, может быть и так. На самом деле, вот наличие вот этого... На самом деле, когда у нас больше хаотического, то тогда у нас действительно есть конечный потенциал, который надо преодолеть. Вот это и есть трения покоя, так сказать, по сути дела. И реально эта модель... Кстати, вот хорошо, что вы подумали в эту сторону. На самом деле, эта модель не только в дислокации используется. Ее очень многие, скажем, приложения пытались пристроить. На самом деле, так сказать, их... Начиная, так сказать, от каких-то гетероструктур, там, в кристаллах, и окончая такими эффектами, как сухое, действительно. Были попытки смоделировать это с помощью, так сказать, массива, так сказать, зоноских контактов. Ну, это, собственно, для изучения моделей. То есть, на самом деле, модель может быть интересна как сама по себе, так и как модель для описания каких-то хорошо известных эффектов. Ну, и сухое трение, она действительно в состоянии, как бы, описания. Ну, там, на самом деле, после того, как вы сдвинули, там, на самом деле, действительно есть некоторое количество работ. Дело в том, что после того, как эти поверхности стали двигаться, там возбуждаются фаномные моды. Ну, это звуковые моды, которые, так сказать, на самом деле, уже облегчают перескакивание через потенциал. Поэтому, вот, есть даже попытки описать уменьшение трения после того, как скорость стала выше нуля. То есть, в принципе, это действительно в ту же самую сторону. Потом, правда, есть такой эффект, да? Есть, есть. То есть, на самом деле, так сказать, есть, как говорится, двое людей, которые, так сказать, по сути дела стали классиками в рамках этой модели. Это Тифшар и Браун. У них есть хороший обзор по этой модели. Причем там, на самом деле, в рамках этой модели масса других физических эффектов. Более того, есть еще одна вещь, которая, так сказать, ну, вот, роднит эту модель с тем, что в свое время любили изучать теоретически. Дело в том, что если взять вот эти частицы в период частиц много меньше, чем в период потенциала, то тогда, на самом деле, эта модель перейдет в непрерывную модель Сингардона. Вот. И там тоже свои есть интересные вопросы, но, вот, если мы оставим ее частицами и устремляем к нулю, то она перейдет в непрерывную. То есть, так, вот в таком виде ее называют еще дискретно моделью Сингардона. Вот так. Ну, поскольку все охватить в мои задачи сегодня уж точно не входит, то я просто поговорю о некоторых относительно забавных, частных, так сказать, вопросах. Ну, вот, этот барьер, который, так сказать, надо преодолевать, в случае, когда у нас К больше корректически называется барьером Пайлса на БАР. Ну, вот, все-таки, кажется, легко понять, что и Пайлс тоже вложился в изучение этой модели, так сказать. Вот. Ну, очень интересным является еще и то, что если меньше К критичества, то вот соответствующий барьер строго обращается в ноль. Ну, если мы, конечно, имеем бесконечную цепочку, то есть, если цепочка конечная, то там этот барьер остается конечным, но он экспоненциально мал, если экспоненциально падает с ростом длины цепочки. Как это выглядит? Как это выглядит? Как это выглядит? И вся цепочка заскользила? Да, поехала вся. Получается, что, да, экспоненциально малую силу, если цепочка достаточно длинная. Ну, смысл понять совсем на пальцах просто так. Если мы имеем достаточно длинную цепочку, то у нас на этом горбе есть в разных положениях, то есть, атомы, и они в состоянии друг другу равновесия. Поэтому, когда мы какое-то опускаем в этом потенциале, другой поднимается. И фактически, так сказать, нужно, чтобы, так сказать, более-менее равномерно по всему горбу, так сказать, ну, с нужной степенью равномерности эти частицы находились на этом горбу. То есть, я здесь сейчас, как говорится, чуть-чуть, так сказать, нарисую, так сказать, более детально. А вот, если у нас имеется такой периодический потенциал, вот, у нас так частицы, так как-то могут располагаться. И, в принципе, так сказать, когда у нас камень ЖК критического, то у нас вероятность найти частицу вблизи вершины потенциала не равна нулю. То есть, если мы двигаемся, двигаемся вдоль этой, как говорится, конфигурации, то минимальное расстояние, минимальное отклонение от вершины этого потенциала равно нулю. То есть, это, вот, тоже является минимальное, так сказать, в какой из этих фаз вы находитесь. Ну, и если К больше К критического, то возникает уже не нулевое расстояние, так сказать, между вершиной потенциала и, вот, наиболее ближайшей частицей к этой вершине. Вот. Ну, строго говоря, вот этот вопрос, так сказать, изучался Абри достаточно, скажем, детально. Да. И, надо сказать, вот, после того, как Абри вместе с Персималем, то есть, открыли, вот, связь со стандартным отображением, вот, начиная с 71-72, то есть, с 81-82 года, пошел целый вал работ математических, на самом деле. То есть, там оказалось достаточно много, так сказать, теоремно доказанных фактов, так сказать, ну, и, естественно, так сказать, там изучалось, как говорится, изучался характер вот этого перехода. Было доказано, что это фазы берегов второго рода. То есть, переход между скольжением и закладом, или, скажем, прилипанием, скажем так. То есть, фактически, так сказать, здесь, если были вычислены критические индексы убывания при приближении к критическому, так сказать, для потенциала, вот, Павел Сарнабара, дальше, так сказать, если мы, скажем, смотрим, корреляцию, допустим, между атомами, то есть, фактически, корреляция между... Если, допустим, просто смотрим возмущение, так сказать, на эту цепочку, то тогда вот, как говорится, затухание этого возмущения, которое, как мы только что говорили, связано, так сказать, с показателем липонома, оно же, так сказать, может быть пересчитано в критические индексы, потому что вот этот показатель липонома, так же, как и коэффициент экспоненциального спадания корреляций, он должен зануляться в прикарном к критическому. Вот что в качестве параметра порядка вот здесь выбрать? На самом деле, вот, предлагались разные варианты, они в известной степени эквивалентны. Один из вариантов, который любил рассматривать Абри, это, вот, среднее расстояние, ну, что, минимальное расстояние, вот, атома от вершины потенциала. То есть, когда оно равно нулю, то есть, в стадии скольжения оно равно нулю, то тогда, как говорится, скольжение, это, собственно, когда оно конечное, то тогда возникает уже конечный барьер, который нужно преодолевать. Ну, и, собственно, я полагаю, что вот одна из мотиваций введения такого параметра порядка как раз связана с тем, что таким образом можно вот этот барьер, требуемый для того, чтобы преодолеть вот это самое трение покоя, так сказать. Это есть фононная щелеза? Нет, вот, ширина фононная щелеза немножко другое, то есть, но она связана, то есть, она точно так же зануляется, вот, вблизи, вот, в точке этого фазового перехода. И, вот, если совсем по-простому сказать, то понятно, что когда у нас цепочка может скользить, без трения, да, по сути дела, то в этом случае у нас есть нулевая мода, то есть, мода с нулевой частотой. Ну, это означает, что спектр фононных возбуждений начинается от нуля. Вот. Ну, если возник захват, то тогда тоже легко понять, что если возмущение слабы, то у нас частица будет колебаться, так сказать, вблизи частицы, допустим, выбрали какой-то атом на этой цепочке и начинаем его возбуждать, допустим, переменным полем, то, в принципе, у нас волна не будет распространяться, будет как-то экспоненциально затухать, вот как раз в связи с тем, что я сказал, из наличия показателей Липунова. Ну, в предельном случае, когда частота равна нулю, то просто показатель Липунова будет. Вот. Но эта ситуация напоминает плазменное колебание, если на самом деле чем-то. Ну, вот фактически, вот ненулевой вот К возникает тогда, когда частота выше какой-то минимальной частоты. Ну, это в случае плазмы, если мы, допустим, в плазме, скажем, возбуждаем какой-нибудь, ну, пытаемся возбудить волну с частотой ниже, чем на частота нулевых плазменных колебаний, она просто не будет распространяться, она будет экранироваться, дебаясь в новое. Вот. А когда мы превысим эту частоту, то тогда у нас возникает бегущая волна. Здесь тоже самое, по сути, дело. Вот. И, вот, фактически, вот наличие этой фанонной щели, оно и, вот, тоже может быть антимогенным параметром порядка, так сказать. Просто это вещи достаточно, так или иначе, связанные. Вот. И, собственно... Собственно, теоретические показатели будут одинаковы, да? Ну, насчет теоретических показателей, я сейчас на скидку не помню. По-моему, ну, поскольку, так сказать, вы имеете в виду, как критическая? Нет, критические показатели. Нет, конечно, разные, потому что положение до максимума и, как говорится, и вот ширина фанонной щели пересчитываются друг друга достаточно нетривиально. Ну, в принципе, вот, если взять, допустим, энергию, то вроде, вот, для нее, как раз, вот, индекс, по-моему, получается 0.3, и, на который рассчитывались. То есть, на самом деле, так сказать, эти индексы действительно, ну, как в фазном переходе второго рода, так сказать, там, по сути дела, так сказать, ну, здесь, конечно, теорию Ландау вряд ли можно как-то так на скидку написать, но, в принципе, вот, действительно, при сравнении, так сказать, с фазовыми переходами, так сказать, термодинамическими, общность была тоже установлена, так сказать. То есть, в этом смысле вопрос, конечно, вот, только может состоять, ну, если мы, допустим, обсуждаем параметры порядка, то мы, как говорится, можем взять какую-то величину, либо какую-то функцию от нее, правильно, так сказать. И, в принципе, ясно, что, если бы не угадали, то тогда и фактический индекс, соответственно, будет меняться, правильно. Ну, и, соответственно, здесь, вот, для фаномной щели, вроде, действительно, получается что-то типа 0,3, так сказать, критический индекс. Вот, значит, то есть, если так резюмировать, то вот фаномная щель, это, как говорится, по сути дела, так сказать, она определяется Лепуновским показателем, так сказать, который, так сказать, возникает на траектории, описывающей данную равновесную конфигурацию. Вот, ну, надо сказать, вот, очень большое количество, так сказать, усилий было в 80-е годы обращено на изучение основного состояния в этой модели. Вот, ну, во-первых, так сказать, оно, действительно, как-то, достаточно, скажем, конкретно устроено, то есть, это некоторая конфигурация, которая течет минимальной энергии, по-видимому, нормальная человеческая любопытство, так сказать, а как же этот сайт должен выглядеть, действительно, было вполне уместно. Но, вот, на самом деле, это, ну, после этого еще пошла большая серия работ, которые, так сказать, пытались изучать вот фаномные спектры, так сказать, вот на этой самой, в основном состоянии, так сказать, степень локализации фанодов, и вот, ну, с целью, как говорится, искать соответствующую экспериментальную проверку. Ну, здесь, на самом деле, действительно, было упущено, так сказать, вот, и было упущено, так сказать, вот, и было упущено, которое, как раз, вот, в моей шепелянском, шепелянском работе было, вот, собственно говоря, и восполнено. Значит, дело в том, что, на самом деле, так сказать, у... В этой ситуации, как так у нас, допустим, в этой модели, если у нас, скажем, мы находимся в состоянии захвата или, там, прилипания, то, на самом деле, в этой ситуации, в этой модели оказывается очень большое количество, так сказать, локально-равновесных конфигураций. А что вы рисуете на картинке? Сейчас я... Я сейчас буду пояснять это. Значит, как говорится, я пока подвожу к этому, к этой картинке, так сказать. Значит, если у нас, скажем, К-меньше, как пятического, то, строго говоря, состояние только одно, и вот, фактически, так сказать, оно действительно имеет некоторую универсальность, потому что, если вы перекинете как-то атомы, так сказать, где-то гуще сделаете, где-то реже, то, поскольку цепочка свободно движется относительно потенциала, она легко восстановит, так сказать, исходное распределение. Поэтому, так сказать, понятно, что конфигурация единственная, когда у вас К-меньше, как критическое, но когда К-меньше, как критическое, возникает большое количество состояний, которые лежат экспоненциально близко по энергии к тому основному состоянию, которое изучалось, как раз, это сильно изучалось в 80-х годах. Вот на этой картинке реально распределена система, состоящая из 89 частиц с числом ям равным 55. В этом случае, так сказать, отношение числа частиц к числу ям близко к так называемому золотому сечению. Ну, это, как говорится, максимально близкое приближение, так сказать, к золотому сечению, которое, так сказать, так любят использовать при изучении подобных систем. Пару слов о золотом сечении. В чем, как говорится, его привлекательность? Привлекательность состоит в том, что, на самом деле, когда мы рассматриваем какую-то систему, в которой там могут быть какие-то резонансы, и мы хотим выбрать максимально нерезонансную ситуацию, то нам, конечно, важно, чтобы вблизи нашего иррационального отношения не оказалось какого-нибудь, скажем, рационального числа достаточно малым знаменателем. Вот. Ну и золотое сечение в этом смысле как раз является наилучшим. То есть, фактически, так сказать, это отношение, которое, так сказать, роль процессов типа резонансных или, там, и сводит к минимуму, то есть, фактически, ближайшие иррациональные числа, они максимально удалены, так сказать, при прочих равных, вместе с равными, с другими иррациональными числах, так сказать, то есть, их фотость наименьшая, так сказать, и знаменательные наибольшие. Вот. Ну, поэтому, так сказать, как бы здесь вот каких-то таких вот навязываемых периодов, связанных с соизмеримостью каких-то там параметров модели, так сказать, вот их роль будет минимальна. Вот. Значит, что здесь? Вот рассмотрено 89 частиц, как говорится, в 55 ямах система замкнута циклически. Вот. Ну, и в том потенциале, который я там показывал, находится, так сказать, вычисляется состояние, отличающее различным конфигурациям, и измеряется их энергия. Вот. Ну, наверное, таких состояний, оказывается, довольно большое количество, но из них, так сказать, выбирается основное состояние. На самом деле, то есть, способов, как говорится, построения основного состояния существует несколько, ну, и установили, что мы одно из состояний, как говорится, одно из состояний является основным, то есть, то, что мы нашли основное состояние, особого труда здесь не составляет в этом анализе. Ну, и здесь откладывается, на самом деле, так сказать, логарифм, вот, вот, дельта Гу, то есть, расстояние по энергии от основного состояния. То есть, рассматриваются возбужденные, как бы, их называют еще конфигурационными возбуждениями, вот, состояние, которое отвечает распределению частиц по ямам, отличающихся от того, что в основном состоянии имеется. Вот, и что эта картинка показывает? На самом деле, так сказать, она показывает, что вот наиболее низколежащие, так сказать, возбужденные состояния отстоят от этой, от основного состояния. Вот если К наравне, пятерки, то это верхний набор этих самых точек. Сейчас, так, ну, я просто покажу. Вот это, вот это, это, то есть, то, что левее. Ну, и видно, что наибольшее расстояние оказывается на уровне 10-25. В жду уровнях, да? В жду уровнях, да. То есть, уже несколько уровней. Следующий, как говорится, вот, набор уровней отстоят на 10- минус 16-й где-то там. Потом все меньше, меньше, меньше. То есть, возникают такие зоны. То есть, эти состояния не просто, так сказать, как-то разбросаны, они на самом деле упорядочиваются зоной. То есть, вот здесь... А по вертикальной оси, отложено число состояний, вот, энергия которых, так сказать, меньше или равна вот этому самому дельта-у. Вот если мы берем дельта-у, там, берем 10-25, то что? То есть, по-моему, то можно сказать, у нас вот два состояния здесь. Вот реально. Здесь 25-е, два состояния. Здесь, на самом деле, тоже два состояния, просто логарифмическая шкала нажимает. Но вот если, скажем, здесь, здесь их уже около... Ну, на самом деле, я просто знаю, здесь на этом графике, конечно, увидеть сложно. Потому что, вот, это логарифм числа состояний, так сказать, вот. Ну, здесь уже на уровне 10, как говорится, почему вертикально или черточка, они одна точка каждого? Просто, ну, хочется показать, сколько состояния находится при данной энергии, ну, вблизи этой энергии. Ну, и на самом деле, так сказать, число состояния равно вот экспонент длины вот этой самой. Потому что здесь тоже что-то теоретическое. Ну, и на самом деле, если мы смотрим третью, четвертую зону, там уже сотни их состояния получается. То есть, число состояния энергии, которых что? Меньше, чем... Меньше, чем вот вот это дельта-у. То есть, это как бы интегральное число состояния. То есть, суммируются все состояния, энергии которых меньше, так сказать, дельта-у. Вот. Ну, и фактически, так сказать, получается, что вот здесь возникает какое-то количество зон, что само по себе достаточно интересную структуру, так сказать, означает, которая здесь образуется. Вот. Здесь, на этом этапе есть, собственно говоря, два года. Один из минуты состоит в том, что вот считать, как говорится, основное состояние как физически, так сказать, достижимое, вряд ли, так сказать, имеет смысл, потому что, если близко лежащие состояния, допустим, если у нас, скажем, пусть в нашей системе, скажем, энергии порядка электрон-вольта, характерные, как обычно бывает в этой самой физике твердого тела при взаимодействии атомов с другом, то первые возбужденные могут лежать на уровне, вот, когда у нас на цепочке всего 9 десятков, у нас они лежат на уровне 10 минус 25 электрон-вольта, то есть ясно, что любая температура уже их замоет. То есть, это как раз вопрос о том, насколько осмысленно выделять основное состояние. Это как бы означает, что у вас большое количество относов. Если мы выбираем какое-то дельтау, допустим, точность, которой мы можем задавать энергию системе, то тогда количество состояний, это, по сути дела, соответственно назначает. То есть, грубо говоря, если мы задаем, допустим, охлаждаем систему до температуры равной дельтау какому-то конкретному, то тогда все состояния с дельтау больше будут подавлены экспоненциально, но все, которые с дельтау меньше, они будут равновероятно возбуждены. Ну и, соответственно, это означает, что на самом деле с точки зрения физической все эти состояния просто выражены. То есть, с этой точностью, так сказать, мы можем считать выраженными. То есть, фактически это означает, что система может оказаться в любом из этих состояний и, как говорится, скажем, основное состояние обладает определенной степенью упорядоченности, о которой мы еще немножко поговорим вот так, все вышележащие, они все меньше и меньше упорядоченности обладают. Это означает, что на самом деле, так сказать, здесь возникают конфигурации, которые с точностью с этой точностью. То есть, мы их не можем физически отличить от основного состояния и которые, так сказать, по своим симметричным свойствам, по распределению частиц по яму, они будут отличаться от наименьшого состояния, но, как говорится, по энергии практически с ним совпадают. То есть, по сути дела, ситуация стекла. То есть, фактически, это модель динамического стекла. Вот так. Динамическая модель стекла. И стекло это как раз структура, которая может иметь большое количество непорядоченных состояний, не отличающихся практически подруга по энергии. И поэтому каждое из этих состояний может подать любое из этих состояний и оставаться им достаточно долго, это будет очень непорядочный. стекло. Это означает, что если вы нагрели и остудили до какой-то температуры, если эта температура не безумно мала на физическом масштабе, то вы никогда не попадете в основное состояние, попадете в одно из этих самых неупорядоченных состояний, которые существуют, при таком даже небольшом числе частиц, могут быть сотни тысяч, а если вы возьмете скажем какой-нибудь макроскопический образец, то там естественно это число состояния растет просто экспоненциально с длинной, то получится что-то на самом деле так сказать это то, что например магнитная природка тоже может быть в произвольных состояниях и эти структуры будут долго жить поскольку у них энергия там правда немножко другая, на самом деле есть как бы большой барьер для перехода из одного состояния перемогничения в другом поэтому там все-таки тот случай когда у нас температура все-таки много меньше чем энергия требуемая для переброски впрочем здесь тоже энергия требуемая для переброски она будет много больше чем расстояние до этих состояний поэтому такие состояния будут жить довольно долго рассматривать как классические структуры вот что можно еще здесь сказать на самом деле так сказать вот здесь отложена так сказать зависимость здесь черные полосы это интервал энергии дельтау точнее отвечающий как говорится каждой из зон видно что эти зоны так сказать во-первых так сказать их число растет с ростом так а снизу отложены в певолюки а я это показатель Липунова соответствующий вот ну это фактически так сказать внизу показатель Липунова вверху вот этот саблика и видно что с ростом растет их число состояние и степень их выражения вот растет довольно таки быстро вот дальше так сказать дальше еще зависимость от длины цепочки тоже здесь видно что от длины растет тоже экстенциально но это легко кстати понять потому что если у нас имеется две цепочки мы их стыкуем в каждой из них какое-то число состояние в полночном состоянии с прозелениц как-то так вот все грубо смотреть так примерно и получается вот ну и здесь показано здесь сделаны пробные так сказать симуляции надо сказать для того чтобы вычислять эти состояния особенно те которые на малом как говорится расстоянии находятся в состоянии то есть написать в математике там есть опция с произвольной точностью так сказать мы там запускали программу которая находила минимум с точностью до 10 минус сотой примерно так ну и естественно так сказать это по сути это был модифицированный метод наискорейшего спуска поскольку когда мы приближаемся к минимуму то там на самом деле уже поведение так сказать близим ямок практически квадратичное поэтому так сказать там легко предъявить коррекцию написать соответствующее и в принципе сходилось довольно быстро вот это фактически так сказать означает вот как бы что количество таких состояний действительно получается очень большим то есть по сути дела вот что происходит здесь если скажем в обычных скажем моделях которых так или иначе нарушение симметрии исходное так сказать напор состояния он как бы отвечает одной и той же энергии и поэтому безразличное равновесие так сказать по какому-то из параметров например в случае так сказать каких-нибудь поеверных теорий там угол например можно выбрать в произвольном направлении так сказать энергия будет та же самая ну а здесь на самом деле тоже с хорошей степенью точности эти состояния практически выражены так сказать и можно просто пренебречь как говорится разница их энергии ну несколько слов можно сказать что на самом деле если еще включить квантовые эффекты то эти квантовые эффекты начнут как-то эти состояния связывать потому что квантовые параметры достаточно велик и собственно говоря здесь возможны на самом деле состояния типа инстантонных состояния которые будут из одной конфигурации в другую медленно туннелировать а это значит здесь как говорится еще одна особенность вот структуры и состояния я бы взял снизу дельтаку откладывается в логарифм фактически так сказать в логарифмической шкале 10 девятый на дельтаку мы смотрим сейчас вернусь мы взяли одну из полос конечно сюда вот одну допустим из этих полос взяли и теперь подробнее хотим посмотреть что тут получается так сказать вот на самом деле так сказать если мы в более детальном масштабе рассмотрим вот эту полосу то тогда оказывается что она распадается на какие-то полосы вот теперь вот это на самом деле так сказать мы выбираем одну из них вот и снова еще с большей точностью здесь говорится 10 девятый на дельтаву в окошке это масштаб с более мелким масштабом вот эта линия распадается на две линии вот на уровне 10-13 ну на уровне 10-13 здесь снизу может быть по которой разница вот вот дальше вот эту прямую мы можем снова еще в более детальном рассмотрении на уровне 10-15 видим что она на три распадается то есть на самом деле возникает такая квазифрактальная структура в системе уровня ну это как раз в какой-то степени конечно игра математики потому что речь идет напоминаю о классической модели которые так сказать обсуждаются не квантовых эффектов и че-то подобное так сказать но тем не менее так сказать наверное в каких-то частных случаях это может тоже реализовываться там где роль квантовых эффектов тем не менее останется слабой вот это на самом деле говорит об наличии некоторой иерархической структуры в устройстве этих состояний то есть это как раз то к чему мы сейчас перейдем вот то есть конечно возникает наличие фрактальности это именно такой вложенной упорядоченности оно должно как говорится происходить наличие какой-то иерархической структуры собственно в данном случае мы и тоже вот таким образом скрываем некую иерархию откуда эта иерархия может взяться но сейчас я немножечко это может быть чуть-чуть пропущу потом к нему вернусь чтобы я раз об иерархии вопрос зашел я перескочу эти два слайда а потом к ним вернусь они может быть там будут более уместны значит что на этой картинке отложено эта картинка устроена очень просто то есть по нижней оси это номер частицы по-прежнему рассматривается 144 частицы вдоль замкнутой периодическим ограниченным условиям ну и соответственно 89 я то есть так чтобы отношение числа частиц число я по-прежнему было приближением к золотому сечению вот что тут по вертикали отложено по вертикали отложена довольно такая простая но очень интересная величина это расстояние частицы до минимума до ближайшего минимума в периодическом потенциале казалось бы наличие вот таких вот нескольких уровней заранее можно было и не ожидать но важнее другой вопрос чему это можно учить малого поцепляется мало что нет это означает что вот на эти конкретные частицы слева справа практически равновешивая но они которые самые нижние да дальше следующий уровень тоже равновешиваем но с меньшей точностью и дальше еще то есть это означает на самом деле что это означает что на самом деле так сказать здесь если мы допустим разрезаем по этим точкам цепочку то как говорится возмущение практически не затронет вот эти частицы потому что у них как говорится диапазон изменения энергии совсем другой то есть фактически это означает что если мы допустим берем и вместо блока 55 подстыковываем блок 89 то тогда вот такая конфибрация будет несколько другой энергии но все равно изменение будет на уровне 10-25 то есть на уровне соответствующим вот этому отклонению то есть это картинка на самом деле указывает на порядок разности сил действующих на вот эти частицы со стороны прилегающих ей блоков то есть степень равновешивания вот видно что если мы берем блок для частиц которые лежат между этими блоками на самом деле у них взаимодействие слева и справа хотя блоки разные оно очень мало отличается то есть по сути дела это позволяет эффективно представить всю эту систему если поднимемся на следующий уровень большее число блоков будет которые тоже на том уровне точности уже хорошо скомпенсировали друг друга и это позволяет выстрелить такую иерархическую цепочку блоков то есть минимальный блок здесь это можно если его нарисовать минимальный блок если я сейчас здесь частиц зарисую фактически вот это скажем теоретический потенциал за сколько периодов изображения вот следующий блок скажем пара частиц а потом снова так сказать минимальный блок будет содержать две частицы или если допустим рассмотреть ситуацию следующий по размеру блок это будет четыре частицы так сейчас нажимаем до четыре латтанки на самом деле так то есть это два частица одна четыре частицы и вот такой блок есть если мы сравним разность сил действующих допустим вот этот блок у нас будет называться G4 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 G2 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 состоящий из двух частиц вот утверждение состоит в том что на самом деле так сказать если мы сравниваем силы действующие то есть их приступов где-то на два блока то силы действующие так сказать между со стороны так сказать большого и маленького блока они с хорошей степени начинают компенсировать друг друга и разница тем больше разница растет как говорится разница точнее убывает экспоненциально с пропорциональным ростом герметик блоков так как бы ну вот фактически так сказать если мы берем большие блоки то тогда вот у нас экспоненциально убывает так сказать разница сил настолько что вот у нас смещение частицы фактически оказывается на уровне 10 минус 124 это не это нет значит я что сейчас на самом деле эта модель в данном случае изучается при фиксированном отношении там точнее так при отношении числа частиц к числу яб стремящимся к золотому сечению это корень из двух плюс единица делить на вот так что здесь как говорится важно если мы будем смотреть последовательные движения скажем в виде целых чисел то эти числа образуют ряд фибоначчо фибоначчо ну и по сути тела это 20 средних числа из ряда фибоначчо получается ну это как бы некий частный случай вот этого самого отношения числа частиц к числу но он выбран по той причине потому что структуру наиболее легко поддающуюся аналогию в данной ситуации ну а природа природа как говорится вот такого экспоненциального спадания так сказать разницы сил на границе таких вот блоков она связана с тем что чем больше мы блок чем больше пару блоков мы таких берем тем на большем расстоянии от этих концов они начинают отличаться поскольку так сказать у нас вот разница сил возникает из-за того что есть отличие которое экспоненциально затухает с Липоновским показателем то получается что и вот эта разница на сил на краях этих блоков тоже экспоненциально затухает с размерами блоков в принципе эти блоки можно построить начиная с этих двух элементарных блоков есть композиционный принцип такого сорта процесс вот я здесь ванну пробил это способ построения основного состояния и в принципе основное состояние действительно так и окажется строим здесь как бы если мы берем на самом деле сейчас здесь круши иерархин да то есть фактически основное состояние скажем любое конечное для конечного числа частиц можно разбить на композицию двух блоков получается вот каждый из этих блоков соответственно так сказать может быть разбит на композицию блоков меньшей иерархии следующей степени иерархии и вот получается так что вот скажем здесь у вас это пробел блоки а и б допустим следующего уровня иерархии они связаны между собой в таким соотношении так сказать то есть мы должны допустим у нас заданы блоки а и б тогда а штрих получается мы берем два блока б и все линию g это частицы которые лежат практически на землях таким образом комбинируем блок следующего уровня иерархии ну и видно что на самом деле так сказать вот отличие так сказать вот у блоков так сказать у этих блоков так сказать возникает на уровне так сказать вот а идет б g а потом b да вот это уже другой край а у этого b g a b это середина потом g a b то есть здесь уже скажем фактически так сказать у первого блока в середине а стоит а стоит у второго в середине b стоит вот это как бы различие так сказать то расстояние на котором они начинают различаться по сути дела это по минимальному блоку если взять это на самом деле длина порядка b то есть фактически так сказать разница в силах которая скажется от возникновения этого отличия будет как минимум так сказать не больше чем вот эта длина блока b на е в степени экспонента от показателя литвунова на длину блока b например то есть по сути дела фактически наличие вот скажем таких экспоненциально слабых отличий для двух блоков а и b на каждом уровне иерархии связано с экспоненциальным отстающим ненулевого показателя литвунова в системе то есть экспоненциальным подавлением распространения возмущения статического возмущения в двух цепочках то есть что мы минимальный социальный строим сначала берем минимальный блок у которого есть в основном состоянии лежит частица стыкуем в основном частицы вначале цепочка тем крайние частицы еще глубже сидят нет я бы уточнил на самом деле основное состояние можно построить подпосредством таких операций пусть у нас допустим на самом деле речь идет о циклическом и заплатой системе чтобы если ее разомкнуть то там надо учитывать наличие концов и это не сложно но для начала пусть у нас есть нижний уровень иерархии тогда мы берем А Б и замыкаем циклически это первый вариант цепочки это первое приближение к основному состоянию следующее приближение а и б а ну давайте так давайте пусть это будет а0 а это так называемый g2 еще называется и имеется сейчас потенциал графический изображок так значит вот здесь как говорится край так частица находится здесь ну вот здесь это частицы которые потом добавляются при стыковке блоков то есть по сути дела вот блок g2 а дальше g4 устроен по сути дела удвоение вот этого блока g4 g4 он же b b равняется g4 а тогда это будет здесь вот здесь вот так 4 частицы ну они на самом деле находятся в каком-то равновесии то есть они в вот это скажем что такое блок g2 это блок в котором у нас две частицы находятся примерно на равном и на большом расстоянии от центра блок g4 это по сути дела стыковка вот таких вот блоков когда 4 частицы подряд у нас находятся тогда вот скажем блок это b0 это у нас b0 значит следующий b1 это фактически мы конструируем так b1 это у нас а1 а1 у нас равняется b g a 0 b b забери пус так g ну и здесь везде нолики и соответственно аналогичным образом строится b1 вот который равняется опять же b0 j a0 b 0 и и и и и и у нас 0 потом здесь жиря и потом вот так b и если образовать структуру a1 b1 то это будет следующее приближение это будет следующее приближение к основному состоянию и так повторяя эту процедуру построить сколько угодно близкое приближение к основному состоянию то есть мы экспоненциально будем к нему приближаться и мы к нему будем приближаться экспоненциально то есть тем точнее Тем точнее. Но это, как говорится, это... Алло? Так, значит, тогда... По сути дела, таким образом мы постепенно приближаемся к основному состоянию. И это алгоритм построения основного состояния. То есть состояние, которое, скажем, сколь угодно стремится к бесконечной цепочке. То есть, когда эта окружность стремится к бесконечности, мы получаем некую бесконечную структуру, которая обладает построением низшей энергии, на самом деле. Но это как бы основное состояние. Что произойдет, если мы, допустим, используем не тот блок? Или как-то переставим какие-то блоки, допустим. Вот здесь у нас А1, В1. А теперь мы, скажем, либо в В1, либо в А1 поменяем местами два блока. Это будет дислокация. Которая уже будет обладать больше энергии. Потому что там, как бы, сокращение сил, действующих на эти частицы, Эльже-глеевые частицы, на сути, будет происходить с меньшей точности. И вот, по сути дела, так сказать, все возбуждения, которые, так сказать, могут быть построены, точнее, не все, а наиболее низкий набор возбуждений, может быть построен просто случайной перестановкой этих блоков. То есть, по сути дела, так сказать, это означает, что мы таким образом с вами, вот, переставляя блоки, получаем вот эти состояния возбужденные, которые, так сказать, на самом деле, по-прежнему, счетов, финансиально близки, но, как говорится, они, ну, скажем, чем более крупные блоки между собой переставляем, тем меньше мы поднимаемся от основного состояния. То есть, тем меньше отчепляемся от основного состояния. То есть, грубо говоря, это как раз и определяет количество, так сказать, состояния на данном уровне, так сказать, энергии. То есть, число состояния в полосе, в полосе состояния, которую мы имели. То есть, это, как говорится, связано с, по сути дела, с комбинатурой каких-то блоков, так сказать. Ну и, соответственно, таким образом, что получается? Если мы произвольным образом начинаем переставлять эти состояния, то это, на самом деле, уже некоторое непорядочное состояние возникает, с нарушением порядка. Ну и я сейчас, поскольку, так сказать, уже к концу должны подходить, я сейчас, к чему это реально приводит? Вот, как говорится, в частности, так сказать, это приводит к... Мы знаем, что если у нас есть непорядочная структура, то там в ней, например, могут локализовываться электронные состояния, в данном случае фанонные состояния могут локализовываться, фанонные моды. Вот, это, например, как раз вот ситуации, когда вот здесь вот фактически, так сказать, решалась задача, такая леонеризованная задача, то есть, проколепание этих атомов на заданной конфигурации. И здесь вот видно, что дельта у на уровне здесь минус 12, то есть, на самом деле, довольно низколежащее возбуждение, и уже, так сказать, возможная экспоненциальная локализация одного из фанонных, ну, там, несколько, какая-то часть фанонных состояний локализуется. А что есть экспоненциальная локализация своего тела? Ну, вот, как говорится, это профиль возбуждения, это вектор состояния, на самом деле. Это, скажем, если мы рассматриваем фанонный модуль, конкретный, с конкретной частотой, там, ну, это, как говорится, вот, здесь отложены квадраты модуля, так сказать, вектора, вот, собственно, вектора колебаний. Функциональная частица. Квадрат, собственно, мы не государственные единицы, не государственные, не государственные. Нет, квадрат модуля компоненты. У нас же несколько частиц, у нас же колебания уже сосредоточены по нескольким частицам. Вот берем квадрат модуля смещения в данной моде каждой из частиц, вот, и это номер, это частица. Да-да-да-да-да. Это профиль получается. То есть получается, что это некоторое фанонное состояние, локализованное, так сказать, ну, если хотите, это пример того, что еще называют бризер, так сказать, потому что, на самом деле, так сказать, это, вот, некоторое, зависящее от времени, локализованное фанонное состояние. Конечно, локализованное где? Ну, по номерам И, равном. Здесь, И, это номер частицы. То есть, если мы смотрим, вот, у нас, скажем, цепочка, здесь, ты понимаешь, чуть больше, что цепочка, и, вот, и у нас, как говорится, они находятся на каком-то кольце, закольцовке. И, вот, скажем, вот, если, допустим, нелокализованное фанонное, оно будет, так вот, скажем, равномерно, амплитуда колебаний будет по всей тени, правильно? А вот если, скажем, у нас реально, так сказать, возбуждается какой-то там интервал этих самых колебаний, заметишь, что по вертикали у нас стоит локализованное, то есть это, на самом деле, логарифическое, конечно, шкала, то есть, специально затухает. То есть, специально затухает, допустим, эта частица сильно калипнется, от нее, так сказать, и, грецепт... То есть, 3-х соток здесь дергается в максимальную амплитуду, а мысль просто затухает. А остальные, так сказать, сильно затухают. То есть, на самом деле, длина локализации, конечно, где-то несколько десятков номеров частиц, а может даже меньше. То есть, на самом деле, это, там, где въяр спадает этот самый, да? Амплитуду, амплитуду. Вот. Чья первая, вторая, третья картинка? Значит, первая, вторая, третья. Значит, на первой и второй показаны две... Рассмотрено возбужденное состояние, с дельтау порядка 10-12. И в ней, на самом деле, вот при таких состояниях, есть, на самом деле, как локализованные фаномные, моды, так и делокализованные. Слева это делокализованные моды, типичные, так сказать. Видно, что, так сказать, амплитуды колебаний как-то более-менее, так сказать, порядка, одно порядка на всей дельной цепочке, да? Вот слева. Вот эти две моды, лендер N305 и N278. Это просто, как бы, разные моды в одном и том же эксперименте, так сказать. То есть мы решаем, так сказать, матричное уравнение, так сказать, с атомами, находящимися в какой-то там конфигурации, так сказать, возбужденной. И диагонализуем вот эту матрицу частот, собственные вектора находим колебания и собственные частоты. Вот это разные собственные частоты, это номер, как говорится, по сути дела, частоты в спектре. Здесь 305, а там 378. То есть на самом деле, вот эти... случаи, когда у нас еще слабо возбужденное состояние, на самом деле могут чередоваться как модулокализованные, так и делокализованные. Так сказать, вот первые, так сказать, 305 это делокализованные, тренд локализованные, так сказать. Ну и здесь, это именно, приведено, это у нас вправо, приведено типичное, на самом деле, мота, которая, так сказать, в случае основного состояния, они, если не локализованы, только не экспоненциально, как-нибудь степенным образом, порядок увеличенный, на самом деле. То есть она локализована по области, именно сопоставимая, так сказать, со всеми. со всем, как говорится, размером системы. Вот. То есть экспоненциальная локализация возникает за счет того, что вот часть блоков вот хаотически перестанут здесь. вот это, по сути дела, вот хоэтическое такое... А эти уровни энергии, один уровень энергии, да, это? Это, вот... Или близко, очень близко. Вот это основное состояние, вот это, если по частицам, да, по конфигурации равновеса, да, или по чистоте. Ну да. То есть здесь основное состояние... Основное вот состояние справа, вот. А здесь это... Выше его лежит на уровне 10-12. И есть два вот таких кайфа суббатных? Ну, есть, наверное, как-то такого типа, так и такого. Ну, да, да. То есть это... Посрединке их... Посрединке нет. Их тоже там десятки, на самом деле. То есть они составляют дую там, по-моему, для этого уровня примерно 10-20% где-то так. На самом деле, у меня есть картинки, где вот зависимость длины локализации от чистоты. Ну, я просто подумал, что если они просто не успеют столько деталей показать, ну, на самом деле, это... Ну, там довольно нерегулярная, так сказать, зависимость длины локализации от чистоты. Особенно, так сказать, при низковозбужденных состояниях. То есть там при низковозбужденных состояниях на самом деле число локализованных мод все меньше и меньшую долю состояния. Но это понятно, на самом деле, потому что если вы переставили два больших кепчата, то внутри них, на самом деле, они близки к этому самому к основному состоянию, и, собственно говоря, часть частот просто и не узнала, что, так сказать, есть непорядочность. А когда количество переставленных блоков на протяжении цепочки уже достаточно велико, то тогда доля таких состояний, стунициальных локализованных, резко возрастает. Тут еще разные профили, так сказать, в зависимости от, сейчас, это самые длинноволновые моды, так сказать, фаномные, которые, так сказать, возникают вверху, это состояние основное. Здесь, как говорится, недалеко от него отстоящее, но уже видно, что вот эта самая нынешняя мода, N равная 1, она уже как-то локализовалась. Более высокочастотные моды, они остаются делокализованными. То есть, с чем связано, что если вот длина волны, так сказать, захватывает несколько переставленных кирпичей, то они уже начинают как-то компактифицироваться. А те моды, длина волны которых много меньше, чем вот переставленные кирпичи, так сказать, размер переставленных кирпичей блоков, те моды искажены слабо. Ну, это видно, что, по самом деле, вот слабое возбуждение, так сказать, оно самую длинноволновую здесь локализовало, а следующее возбуждение уже осталось делокализовано. Но если еще больше возбуждений увеличить, то есть были восклижающие состояния, взять, конфибрационные, то тогда возбуждение локализуется и N1, и N3, и N6 локализовался, и начинает локализовываться, так сказать, равная действительность. Ну вот, это как бы некая, так сказать, ситуация, когда, по сути дела, так сказать, хаотические эффекты, они в данном случае, так сказать, ну, прежде всего, хаотичность, конечно, состоит в том, что у нас ну, уравнения, которые, так сказать, продуцируют эти состояния, они обладают, скажем, ненулевым показателем Липунова. Ну, то есть, если мы бы рассматривали как отображение, так сказать, динамическим фазовым пространством, то там были бы уже хаотизированные траектории, расходящиеся. Вот, здесь у нас, как бы, рассматривается некоторое подможество траекторий, по сути дела, это траектории с зажатыми концами, но показатели Липунова в них все равно присутствуют, так сказать. Это приводит к тому, что вот в структуре изначально, так сказать, основное состояние, оно оказывается, как бы, упорядоченным, достаточно жестко упорядоченным, то есть, его структура однозначна, так сказать, и подчиняется довольно простым композиционным правилам. То есть, на самом деле, это можно сказать, что алгоритмическая сложность этого состояния достаточно низка. Но, вот, если мы рассматриваем высоковозбужденное состояние, то алгоритмическая сложность, вот, за счет того, что мы еще допускаем какие-то неконтролируемые перестановки, которые тоже, так сказать, есть некая информация, добавляющая сложность к этим состояниям, то, таким образом, мы получаем возможность построения сколько угодно сложных состояний. Ключевым моментом, если резюмировать, здесь является то, что из-за ненулевого показателя Липунова эти состояния с экспедиционной точностью оказываются вырожденными друг другом, ну, и, соответственно, так сказать, это, как бы, становится данной модель динамической моделью для возникновения неупорядочных структур, хотя, так сказать, исходное уравнение никакой непорядочности в себе не содержит. Ну, вот, как бы, вкратце, все. Значит, на следующей лекции я планирую уже рассказывать о квантом-отображении Черикова, там, ну, и, собственно говоря, там, может быть, можно затронуть как раз эти эффекты, которые фактически, так сказать, заставляют на некоторые классические результаты, так сказать, посмотреть по-другому, то есть в каких-то ситуациях квантом-отображение радикально могут изменить картину, в каких-то, так сказать, что-то остается. Ну, это, как говорится, тема следующей лекции. Продолжение следует...